Вы на лайфе и в курсе последних событий. Владимир Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном вопросе вокруг Курил. Но это произойдет при росте уровня взаимного доверия с Токио. Об этом российский президент сообщил в интервью Блумбергу накануне, перед встречей с премьер-министром Японии Синзо Абе. Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. И нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, и на удивление он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона его отказалась выполнять, ну а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора. Несколько лет назад японские коллеги попросили нас вернуться к обсуждению этой темы. И мы это сделали, мы пошли навстречу. Вот за предыдущие пару лет, не по нашей инициативе, а по инициативе на японской стороне, фактически эти контакты были заморожены. Но вот сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах. Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе. Ни одна из сторон не будет чувствовать себя непобежденной, непроигравшей. Ну а вы сейчас к этой сделке близко подошли? Ближе, чем в 1956 году? Я не думаю, что ближе, чем в 1956 году. Но во всяком случае мы возобновили диалог на этот счет. И договорились о том, что наши министры иностранных дел и соответствующие эксперты на уровне заместителей министров активизируют эту работу. Конечно, это всегда является и предметом обсуждения и на уровне президента России, и премьер-министра. Я уверен, что когда мы будем встречаться с господином Аббе здесь, в Владивостоке, мы также будем эту тему обсуждать. Но для того, чтобы ее решить, она должна быть очень хорошо продумана и подготовлена, повторяю еще раз, на принципах не нанесения ущерба, а наоборот, на принципах создания условий для развития межгосударственных связей на длительную историческую перспективу. В Владивостоке разгар дня. Там стартовал Восточный экономический форум, который собрал 2500 участников из 28 стран мира. Центральным событием форума станет встреча Владимира Путина, премьер-министра Японии Синзо Абе и президента Республики Корея Пак Хэнхэ. Ранее наш президент осмотрел выставочную экспозицию и территорию свободного порта Владивосток. Ну, там, где действует особо прощенное таможенное и налоговое регулирование. Способ привлечь внимание наших партнеров, потенциальных инвесторов к Дальнему Востоку России. В этом смысле данное мероприятие, данное событие мало чем отличается от других региональных форумов подобного рода. Мы в России проводим таких много. Это и экономический форум в Санкт-Петербурге. Обычно мы проводим его летом, в начале лета. Это экономический форум в Сочи. Дальний Восток для нас имеет особое значение, имея в виду приоритетность развития этого региона. В последние годы, ну, даже, скажем так, в последние десятилетия, здесь мы столкнулись с большим количеством проблем. Мало уделяли внимания этой территории, а она заслуживает гораздо большего. Потому что здесь сосредоточены огромные богатства и возможности будущего развития России. Не только развития России как таковой, но и развития всего региона АТР. Потому что эта земля очень богата природными минеральными ресурсами. Обычно, когда мы говорим о Дальнем Востоке, мы имеем в виду и, собственно, Дальний Восток. Это Приморский край, Хабаровский край, это Камчатка, это Чукотка. Но это и так называемая Восточная Сибирь. Вот если всё это вместе взять, то вся эта земля содержит колоссальные ресурсы. Это и нефть, это газ. Это, скажем, 90% запасов российского олова, 30% запасов российского золота, 35% запасов леса. Здесь добывается 70% российской рыбы в этих водах. И это регион, где достаточно развита инфраструктура транспортная, железнодорожная. Мы в последние годы активно развиваем автомобильные сообщения. И огромный потенциал возможности развития авиационной промышленности, космической промышленности. Если вы обратили внимание, мы запустили в регионе, в одном из регионов Дальнего Востока, новый российский космодром. Здесь традиционно развивается, как я уже сказал, авиация, в том числе и боевая авиация, известная во всём мире самолёты СУП, производятся именно на Дальнем Востоке России. Наконец, мы возобновляем здесь производство морских судов, прежде всего, гражданского назначения. Вот только сегодня я присутствовал при начале работы одной из очень перспективных площадок в этом плане. И это очень хорошая возможность для обмена в гуманитарном плане с нашими соседями. Мы предполагаем здесь развивать музыку, театральную деятельность, выставочную деятельность. Совсем недавно прошли концерты нашего выдающегося музыканта, дирижёра, господина Гергева. Мы открываем здесь филиал Мариинского Петербургского театра. Планируем здесь открыть также филиалы Петербургского эрмитажа, Вагановского училища балетного. Как вы видите, мы с вами сейчас работаем в здании Дальневосточного федерального университета. Думаю, что вы тоже смогли оценить масштаб этого учебного заведения. Здесь уже тысячи молодых людей из зарубежных стран учатся, большое количество иностранных преподавателей. Нам больше хотелось, чтобы здесь развивалась наука и высшие школы, образование. Причём с тем, чтобы это было одним из заметных центров научной деятельности во всей системе АТР. Конечно, здесь ещё многое можно сделать, но с учётом потребностей рынка труда, востребованность такого учебного заведения, она очевидна. Но есть ещё одно направление, которое для нас очень интересно и перспективно. Кроме всего, что я перечислил выше, это биология моря. Традиционно и на протяжении многих лет здесь находится один из ведущих институтов Академии наук России, как раз по изучению биологии моря. Вы знаете, мы здесь запускаем новый центр. При нём мы построили океанариум, который должен быть не просто площадкой для публики, которая, думаю, будет получать удовольствие от общения с живой природой, но это ещё и часть вот этого самого института биологии моря. Здесь складывается интересный, перспективный кластер, и нам бы очень хотелось, чтобы наши потенциальные инвесторы, наши коллеги из зарубежных стран, прежде всего из стран АТР, знали о нём больше. Продолжение следует...